друзья добрый день сегодня как и обещал значит буду ремонтировать декристаллизатор на куба тейнер производства российской федерации показывал я до этого видео что мне не понравилось как вот этот склейка произведена то есть тут был использован такой ужасный клей давайте вам покажу на части его очистил вот это вот то что дальше он проклеен видите я его спокойно так вот пальчиком двигаю и клей скатывается то есть дело в том что клей абсолютно непригодный для для склеивания подобного материала то есть как говорится 100 что из того что было под рукой помазали залепили на дальше наплевать склеена все таким образом вот здесь вот лювер состоят также здесь материал тоже видите вот он склеен и легко абсолютно спокойно он оп разъединяется то есть клей вот это не клей он не держит абсолютно принципе может быть даже здесь и не нужна какая-то там сильная схватка склейка тут никаких нагрузок но даже даже если вы не даже вот если без клею так вот оставить в принципе тоже как бы ничего наверно страшного но люблю это когда более менее относительно аккуратно меньше грязи пыли будет попадать вот но если как говорится он крякнет не буду я его разбирать и скорее всего выкину там такой внутри элемент ужасно стоит нагревательный что заморачиваться с ремонтом наверное нет смысла но это все не об этом значит буду клеить и сегодняшнее видео возможно будет больше полезно даже рыбакам не пчеловодом а рыбакам ну и тем кто планирует работать с материалом таким пвх клейка ремонт и прочее прочее значит каким клеем буду клеить познакомился я в этом году с очень хорошим клеем клей называется частяков вот такой вот клей для ремонта изделий из пвх клеил я им лодку вообще шикарная вещь просто вот если по если использовать пользоваться согласно инструкции по технологии и даже с небольшим с определенными нарушениями технологии но об этом наверно потом в отдельном видео расскажу то вообще просто держит намертво лучше чем момент там не знаю резиновый специальный клей еще что то вот именно для пвх для этого материала прямо такая вещь будет значит что нам для этого понадобится ну понятно клей кисточка каточек такой вот я в свое время обои клеила для воев такой каток идеально подойдет и фен в идеале строительный фен но сейчас я у дома строительный фен на даче клеить буду здесь то есть у жены взял фена вполне будет достаточно там уже фен хороший мощный что нам значит соответственно надо сделать все очень просто убрали мы лишний клей обезжирил я поверхность небольшую буду часть клеить много мне не надо здесь вот приклеил такие двухсторонней сторонний ленту для чего но так вот сейчас сделаю чтобы немножко зафиксировать чтобы было удобно работать значит давайте расскажу про сам клей на что нужно сделать Для начала нужно нанести слой клея и выждать 10-15 минут, чтобы он подсох. После чего нанести второй слой клея и выждать 30-60 минут. Сейчас я это сделаю, ну а дальше продолжим. Клей достаточно жидкий, наносится быстро и легко. Он поставляется в такой вот баночке, здесь вот специальная крышечка, такая чека стоит, чтобы клей не сох. Открывается легко, клей прозрачный. И наносим равномерным слоем на нашу поверхность. В идеале, конечно, вот это бы можно зашкурить, ПВХ, чтобы сцепление, скажем так, клея было еще лучше. В принципе, этого можно и не делать, потому что еще раз повторюсь, клей очень-очень хороший, будет держать. Итак, к тому же еще раз говорю, здесь вот конкретно, в этом случае, нам какие-то там нагрузки, чтобы он держал, нет смысла. Просто, чтобы плотно, хорошо держал, чтобы не попадала туда грязь. Вот здесь процесс, естественно, я вам показывать не буду, чтобы видео не затягивать, но понятно. То есть намажем, равномерно наносим клей с двух сторон. Ну что ж, 10 минут у нас прошло, клей у нас подсох, то есть он становится абсолютно не липучим, абсолютно нормальным. Теперь наносим второй слой. Также равномерно, без усилий, без фанатизма, без энтузиазма наносится второй слой. Так, друзья, прошло у нас 40 минут. Второй этап завершен. Клей также по-прежнему не липкий, абсолютно не липучий. И что мы будем делать? Надо нам провести термоактивацию данного клея. То есть он так просто не приклеивается. Поэтому нам, собственно говоря, и нужен будет фен. Значит, как, что буду сейчас делать? В идеале, в идеале, нужно термоактивацию как провести? Феном две, два элемента, которых мы обработали клеем, их нужно прогреть феном. Где-то 60, около 60 градусов температура должна быть. После чего поверхности соединяются и плотно прикатываются. Но иногда бывает, например, такой вариант, смотрите, когда вам нужно что-то приклеить, ну, допустим, ровно заплатку, образно говоря. Или какой-то декоративный элемент. Например, те же самые номера на лодку, там, да, еще что-то. То есть надо, соответственно, сделать это ровно. Если вы проведете, сделаете термоактивацию двух, сначала, то это самой основной части, потом вашего элемента, то клей уже будет очень-очень липким. И можно ошибиться, можно неровно наклеить, и потом с ним возиться, отрывать, не очень удобно. Поэтому для таких случаев можно применить следующий способ. То есть, пока вот он не липкий, положить элемент, как вам надо, выровнять. И после чего, прикатывая валиком, одновременно нагревать феном. И он также хорошо, идеально приклеится. Так как у меня здесь ситуация, в принципе, условия идеальные, ничего никуда не сдвинется, оно как есть, так и есть, ровно приклеится. Мне и не нужно, казалось бы, делать. Но я буду все равно. Я сначала активирую здесь, потом приклею и буду прикатывать, также греть феном. Это просто, удобно и легко. Собственно говоря, сейчас это будем делать. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну, собственно говоря, и все. Тут у меня, правда, в начале, да, пошло не очень удачно, не очень ровненько. Но ничего страшного. Нам с нее не стрелять. Самое главное, что... Все, таким образом мы приклеили. Теперь это будет держаться, в принципе, намертво. Теперь нужно подождать. Это остынет. И в идеале пользоваться. Часов через 10. Многие, а может и не многие, а у кого-нибудь возникнет вопрос. То есть, если мы этот клей активировали при помощи температуры, то есть, он у нас приклеился за счет температуры, как он себя будет вести? Если это декристаллизатор, он же нагревается. Соответственно, нагреется и сам наш склеенный шов. Как он себя дальше поведет? Не развалится ли он? Значит, на самом деле вопрос хороший. Дело в том, что вот именно такие клеи, такие клея, так и, скажем так, расклеивают, если это можно выразиться. То есть, нагревают, и после чего приклеенный элемент, деталь, еще что-то отклеивают. Но, здесь есть одно но. Дело в том, что даже при таком способе, когда ты его нагреваешь, он отклеивается, реально его отрывается. То есть, он берется плоскогубцами и отрывается. То есть, он настолько плотно, хорошо приклеивается, даже вот именно в разогретом виде, его все равно приходится отрывать. То есть, здесь, несмотря на то, что декристаллизатор наш нагреется, клей не развалится. Не отклеится, и ничего с ним не произойдет. Держит он хорошо, держит он очень хорошо. Ну, показывать вам сейчас после приклейки, наверное, нет смысла. Вот, он подцепляется, и держится его не оторвать. Сейчас плюс он еще какое-то время постоит, и будет вообще идеально. Поэтому, мало ли, кто-то, если не знал, кому-то надо работать с ПВХ, ремонт, еще что-то, сапоги клеить. Клеить он, кстати, не только ПВХ, он резину хорошо приклеит. Поэтому, берите, пользуйтесь. Очень хороший клей, мне понравился. Покупаю я его через интернет-магазин, какой говорить не буду, а то опять скажут рекламу. Вот, клей хороший. Цена его, цена его, я считаю, дороговато. Я жду, когда он будет по акции, по скидкам. Стоит он за 400 рублей, я жду, когда он будет хотя бы рублей 300 стоить. Вот, бывают такие у них там скидки, и тогда нормально. Потом покажу, как им работать без соблюдения вот этой инструкции. Правда, я не советую без соблюдения инструкции клеить какие-нибудь жизненно важные элементы. Например, лодку, еще что-то. Но, допустим, образно говоря, сапоги заклеить, чтобы они текли. И не надо ждать вот эту вот кутюру смазать, ждать сначала 10 минут, потом еще 40 минут. Все можно сделать за 5 минут. То есть, приклеить что-то тоже за 5 минут, там будет держаться. Вот это можно было бы сделать за 5 минут. Просто я вам показывал правильный порядок действий, согласно инструкции. А можно было это все сделать за 5 минут. Но это все потом. Так что все, друзья, всем удачи, пока-пока. Берите на вооружение, используйте хороший клей. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok